Добрый вечер, друзья. Вопрос. Добрый день, Михаил. Посоветуйте, как быть. В этом году заканчиваю школу и планирую в ближайшие два года эмигрировать в США. Дело в том, что моя мечта и цель жизни это стать полицейским. Так как я живу в России, работа полицейского в этой стране мне отвратительна. Ибо со стороны граждан и начальства нет никакого уважения, да и зарплата мизерная. Вследствие чего хотелось бы попробовать осуществить свою мечту в США. Для начала хотелось бы по приезду подать на политическое убежище, взять грин-карту и пойти по контракту в армию на два года. И уже там получить гражданство, после чего отучиться в полицейской академии и стать полицейским. Я понимаю, что на бумаге все выглядит безоблачно, но все же, как думаете, насколько реален такой путь и стоит ли пробовать? Знание языка хорошее, настроено решительно. Заранее спасибо. Давайте так обсудим. Я когда читал первый раз это письмо и отбирал, на какую тему поговорить, меня удивила очень взрослость рассуждений и, я бы сказал, точность того плана, который парень построил. Он школу заканчивает, ему может там 17 лет, не знаю, 18-17, и он абсолютно точно описал план, который должен хорошо сработать. Я бы лучше планы и не мог бы посоветовать ему. То есть там очень хороший момент, ключевой, я считаю, очень важный. Это служба в армии. У нас есть интервью, я так навскидку, может быть, не скажу, где там это было. Значит, у нас был паренек один учился в школе, он отучился на полицейского, но дальше он искал-искал работу и не смог найти работу. И он вот там и пришел к нам учиться. И вот он рассказывал про работу, про полицейскую академию, как это все функционирует. И когда мы дошли уже до той точки, где, ну вот хорошо, ну а работа? И он говорит, что, ну вот открываются где-то вакансии. Значит, выпускники всех этих полицейских, там, академий, там, полгода учатся. Значит, они рассылают, ну что у них там есть свои, там, не резюме, а там, applications, я не знаю, что они рассылают. И дальше получается, что либо какого-то человека прислали учиться, то есть у него уже как бы было место, и его послали учиться под будущее место. Либо он имеет армейскую какую-то подготовку и потом пошел в полицейскую академию. И по сравнению с ребятами, которые просто с гражданки хотят быть полицейскими, значит, у тех какое-то фантастическое преимущество. То есть, если уже кого-то берут, то человека, который в армии отслужил, берут намного, ну, надежнее, так сказать, лучше. Он более желанный в этом деле. Поэтому я считаю, что план замечательный. И я, честно сказать, никогда в жизни не видел человека, который бы хотел стать полицейским. Ну вот молодой парень там в школе, я знаю ребят такие, знаете, военная косточка. Вот они поступали там, допустим, в какую-нибудь военную академию или там офицерское училище после школы. Допустим, я таких видел. Ну вот именно так, армейского плана. Но чтобы вот именно в полицейскую, ну хотя, что такое, в наше время это было бы какое-нибудь МВД там, училище, я не знаю. Да, ну не суть. Это очень интересно. И если у парня к этому делу, ну как бы страсть такая, это очень здорово. Это очень здорово иметь мечту. И она абсолютно осуществима. И я хочу сказать, что это востребованная в обществе работа. Общество нуждается в том, чтобы были люди, которые защищают людей от преступлений, следят за порядком, которые это делают по-честному, там не берут, не вымогают взяток и так далее. Это очень здорово. Поэтому у меня это вызывает большую симпатию. И как я еще раз вам повторюсь, меня удивило, что у него абсолютно выполнимый четкий план, понимаете? То есть, может быть, там есть какие-то тонкости еще, над которыми надо работать. Ну, в общем, он в порядке. Мы, конечно, не знаем, как дальше сложится. Может быть, он пойдет в армию, и ему захочется остаться в армии. Может быть, понимаете, может быть, его увлечет это. И в армии тоже разными вещами люди занимаются. Есть военная полиция, между прочим. Вот есть там какие-нибудь Coast Guards, там есть разные, разные есть подразделения. Поэтому, может быть, все может случиться, понимаете? Мы не знаем, 18 лет, 17 лет трудно сказать, где ты будешь 25. Понимаете, там очень-очень много всего может произойти. Тем более, если он идет через эмиграцию, через все эти дела, то есть, конечно, там невероятные варианты будут перед ним проходить, будут доступны. Вот, руку протянул, твое. В таком возрасте все можно. Вот. Но в целом я бы ему пожелал успехов, и я бы пожелал другим молодым ребятам. У нас очень много писем от молодых людей, но зачастую они потеряны. Понимаете? А вот этот молодой человек, он мне очень импонирует тем, что он собранный. Он собранный, он видит цель, он видит путь к этой цели. И это то, что я очень-очень желаю всем вот молодым нашим слушателям, чтобы у них это было, потому что они другую жизнь совсем проживут, вот если будут в этом состоянии. Я понимаю, что это, вряд ли это управляемо так, вот я захотел и пошло. Нет, но, ну просто вот как картинка, как некоторый такой образ идеальный, к которому надо стремиться. Вот в таком ключе. Спасибо и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!